С тем, как живут жители Канаша, Михаил Игнатьев знакомился накануне. Глава Чувашия посетил город Жизнодорожников в рамках рабочей поездки. Дорога от своего до соседнего дома для Елизавета Остиной – настоящая полоса препятствий. Чтобы преодолеть расстояние, слабовидящая женщина берет с собой помощницу. Согласка в том, что вдвоем по узкой асфальтированной дорожке пройти невозможно. Приходится идти по проезжей части. Тесновато. Там перила бы нужны. Перила хотя бы. Мы уже там падаем. Идем. Привыкать хотим, но не получается пока. Еще одна проблема, которую волнует канашцев – неоправдана высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг. И начисляют оплату, несмотря на то, что горячей воды в домах не бывает неделями. Михаил Игнатьев дал городским властям один месяц на то, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и наказать виновных. Ну, недоработки, как в любом городском хозяйстве, они есть. Мы же не приехали на праздник. Мы сегодня находимся с рабочим визитом. Посмотрели, где на самом деле ситуация улучшается. Не то, что было три года назад. Да есть вопросы к городскому хозяйству. Кое-что мы сделали, люди увидели, что на самом деле пошла работа по улучшению благоустройства территории. По мнению Игнатьева, в третьем по величине города Чувашии качество жизни улучшается. Вопросы переселения из ветхого жилья уделяется особое внимание. Улучшаются жилищные условия многозетных семей. Глава Чувашии осмотрел построенный в рамках реализации республиканской целевой программы 65-квартирный дом и Канажский городской парк культуры и отдыха. В ближайших планах строительство нового полигона для мусора и благоустройства центрального парка. Чтобы счастливо и безбедно жить, необходимо реализовывать продукцию собственного изготовления. В городе Канаж есть совершенно уникальный опыт объединения предпринимателей по созданию единой торговой сети. Восемь предпринимателей два года с лишним назад объединились и объединили свои 25 продовольственных магазинов. И их объединение получилось удачным. Все магазины до сих пор работают. Причем они выработали свой единый фирменный внешний облик. Выработали единую вывеску, ассортиментную политику и маркетинговую политику. И теперь они таким образом смогли противостоять приходу федеральных сетей. Все из продовольственных магазинов под говорящим названием «Наши» реализуют продукцию преимущественно местных производителей. Объясняется это тем, что нашим предпринимателям выгоднее всего закупаться у наших же производителей. Однако проблемы в торговой отрасли все же остаются. Частники в Канажском районе получают 10 рублей за литр молока. Тогда как в других районах цена поднялась до 13. Этот и другие вопросы социально-экономического развития обсуждали уже на совещании в администрации муниципалитета. Назывались основные проблемы и обсуждались возможные пути их решения. Глава республики подчеркнул, что Канаж имеет внутренние резервы и большой потенциал, которые надо использовать на благо горожан. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.